почему они думают что она связана как-то с рутом партнер мой в струбере бандитами захвачена и нужен только дробовик мертвый человек и господа да здрасте пока не собираются не знаю не пытаешь найти моли садись на лошадь ко мне садись на лошадь ко мне расскажи сейчас этим всем полиции что ты что ты слышала ну потому что это важно мне не поверят они подумают что я опять что-то придумал это эленор это ее прикрытие красное платье на ней считают кортизанкой вот да уж не жили без меня уехали 80 долларов да либо давай под навес хотя бы да надо найти полицейских поехали к ним участок но там их нет видишь местные они вне не дежурстве полицейские они не вне смены тут моли было в струбере и рыбой моли расскажи эти под навеса них ну быстрее там она в беде просто что говорили про эленор про стефани и это и так и она так представила специальные выпустили должны принести 80 долларов или она должна всем отсосать шерифом это в стиле деревенчины конечно как она представилась еще степане сальваторе она там не начал кстати сальваторе она сказал она говорит попробуй найти рано это я не знаю кто это но наверно нужно его найти или какого-то рюкова к дэймон а дэймонд да 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 тоже дэймонд тоже с такой же фамилии как у нее да да но нижней законы соска скажи за что ее посадили вот за то что она была с каким-то мужиком в отеле во время того как похитили или кого-то там похитили похитили видимо это про рута они но это вообще никак не связано он был в они были в отеле этот рута был на улице в повозке как это все связано они просто беспредел устраивают нет а только видел в 11 друзей у нас вроде меньше было нет там оушен потерялся и сказал помогите его найти не сказали плати я разберусь с освобождением рут так что мы к вы ей когда едем руби скоро там этот тебя звал надо я сейчас пойду сейчас я да и поговорю да и сейчас ближайшее время поедем ладно хорошо ух и что будем делать 80 долларов за не будем у нас никого нет 80 долларов разберемся пока что не знаю отдохните мы вас найдем с вами поедем вы не бы я знаю что вы бросите нас граждане рубин пресс сказал что мне нельзя там показ потому что я это он не видит тогда это наверное вам фарадей нужно подойти к рубин прей раз он такой босс нет 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 я просто не чтоб вас не была проблема так я поеду да конечно поеду конечно было взял бы без проблем но вы действительно струбан при поговорить а то я сейчас один буду за допустим а я в я нет я вас не знаю не переживаете я просто поеду и говорю с рубин прям все-таки них ухры мухры как мы всего лишь такие смертные он-то агент папк извиняюсь он серьезный агент серьезные он серьезный человек нужно вам с ним сначала поговорить но он сказал что я могу с вами поехать только не заряжать в город ну а где уж он может синие рубашки да это ваш жених нет мы с ним поехали говорю потом пропал я думаю что похитили или где он вроде его видео недавно в городе я сказал шерифом похоже он пропал или похитили они сказали платить за то что мы его найдем это ты шлифом строба и говорила там пять шлифов что ли они понимают их много там шрифы и помог лишь помощники видимо а помощники туда ну да да она и просто ну да там их человек шесть или семь выходит помощников кучей рады подойдите я думаю к офису там сейчас вас наверно еще вот они тут да мы сейчас вместе поедем искать уж он уже там струбери пропал да ну раз его видели у городе может он тут а хоган фарадей по лошадям ладно давай тогда море да давайте у меня лошадь рубе найджел ей нет с нами едет а что будем делать 80 80 долларами надеюсь ходить что там говоришь я понять не могу значок нашли вам может ли меня забрать как-нибудь я посмотрю потом кучу мужик целится может что происходит господа люди с револьвером на голову по городу нервничать что-то так нет хоган ничего не нормально и лошадь и лошадь и спасен кудать ходит что-то случилось знаешь как знаю заебался в этом городе любит банн слушай на без меня там явно там сплошь от его кто проснется все давать значки мы не одеваем так пришпорим лошадей господа в беде дама ладно 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мы должны ему привезти его живым или мёртвым? Живым или мёртвым? Может быть, мы и найдём какого-нибудь плохого человека и привезём его? Я бы так никогда не сделал, конечно, господа, но невинный человек всё-таки сидит за грешёткой. Слушай, Найджел, а ведь идея хороша. Что? Моя идея хороша? Моя? Ну почти. Господи. Мы можем заехать гербовщику. Спросите у него, есть у него какое-нибудь тело, среднего роста и так далее, удобное. С одной стороны, да, но с другой стороны, явно не так глупый. Ну а не думайте о него, рассматриваю лицо, просто... Если сейчас будет... Не знаю. Медведь ещё кинуть его, сказать, что по пути сюда его медведь за это задрал. Одежду, главное, что пруд дал свою. Вот это точно не на это посмотрит. Где мы 80 долларов найдём? Что, ещё 80 долларов надо? Я думал... Они сказали, либо то, либо то. А! Но 80 долларов, это чтобы она была в жилах. Вот именно. Бандиты. О, мы возвращаемся сейчас к Стробери. Ну ладно. Стреляем, может быть. А почему они думают, что она связана как-то с Рутом? Потому что её видели ночью с этим жирным, за которым приехал. Так, ну и чего? И чего? Ну и, судя по всему, им... Знаешь, им же не докажешь там. Ну если... Я не думаю, что она эта куртизанка, ну просто женщина, которая пришла в ночи. Просто не совсем понимаю. Да, в которой ты похитила Рута. Ну да, ну как она... Как её... То, что она была с жирным, помогло похитить Рута? Кого она отвлекала? Жирный же не был при Руте. Я не понимаю, что я ему ничем это не докажу. Ну понятно, просто это... Странная какая-то вот... Он... Мужик. Просто давайте найдём труп, наденем на его одежду Рута и привезём, и всё. Головно, чтобы свежий был. Да, потом нужно 80 домов. Так, подождите, всё-таки и то, или что, или всё вместе, что ли? Да, я без понятия, это же бандиты, вообще всё. Да, и то, и то. Потому что... Они считают, что она отвлекала их, помогла ему. Поэтому и 80 долларов, и... Так если это бандиты, может быть, всё-таки мы соберём ополчение? Ополчение против всего города? Ну они же захватили, наверное, что-то. Власть. Если бы... Если бы людей там не устраивало их... Даже если это и захват, то они бы сами уже всё сделали. Но если они бездействуют, значит, они согласны. А это уже война. То есть, они про меня вообще не говорят, да? То есть, они вне подозрения? Ничего не знаю про тебя, но они сказали, что сейчас... Ну тогда вообще странно, потому что, если её видели с жирным, но жирный ты не был при Руте... Как она тем, что отвлекала жирного, помогла сбежать Руту? Это очень странно. По-моему, они всё-таки видели тебя с ней. Я вот этого момента не помог. Странно. Но... Ну... Не, ну просто... Просто супер странно, что почему её задержали. Ну вот это вот. Я просто хочу понять логику. О, Фарадей, вы вернулись? Да, всё плохо. Какое? Они просят твой труп. Или тебя живым. Ага. Ты не сохран... У тебя есть одежда твоя, в которой тебя они поймали? Нет. Ты выбросил, что ли, её? Возможно. А что? Ну, передай его офицерам. Скорее всего, они найдут у этого... У коронера тело, и выдадут за твоё. Вон, поговори с офицером. Сидит, блядь. Сзади тебя он. А не то... Ничего, что там преступник с плакатов разгуливает по городу, и они... Нет. Нет, они просят 80 долларов, чтобы её отпустить, и твой труп. Ага. Мери тебя живым. Вон там Найджел. Вот он стоит. Он ездил... А мы не можем, блядь, пригласить, нахуй, ёбаного маршала, блядь, чтобы он там всех, блядь, перестрелял, нахуй? Уф. Вряд ли что-то один маршал сделает, там их куча. Они город захватили. И, ну, и с жителем нормально. Понимаешь? А, да? А, да. Классно. Вот. Ну, что-то, да. Ну, в принципе, можно тогда просто сидеть, да, и ничего не делать. Нет, ну вот, поговори, у них на офицеров есть план, поговори, наверное. Так, а где они? Вон Найджел на коне, вон он. Найджел одноглазый, вон он, вон он впереди. А, вижу, блядь. Кто не Найджел? А, нет Найджел. Так, блин, успокойся ты, я всё же зашёл тут прикупить флягу. Здорово, вы, это, мне тут это, кто-то ждёт? Не знаете кто? Знаю. О, Фрэнки, да, здорово. Я что-то ничего не понял. Как тебе дела? Ну, плохо, подруга, это, партнёр мой в Стробери бандитами захвачена. Бандитами в Стробери? Да, выдают себя за шерифов. А. Понятно, 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 как всегда у вас весело, я смотрю. Ну да. Ясно, и чего ты собрался делать с этим? Не знаю. Мог слишком много, не знаю. Ну, всё, тогда. Твои подруги, получается, хана? Да нет, они просят 80 долларов, нужно искать, наверное. Ммм, 80 долларов. А сроки они поставили? Да вроде нет. Не знаю, это уже на наших полицейских нужно, давайте-то они разговаривали. Понятно. Жуша, если 80 долларов нет, есть как бы вариант, как их получить. Это как? Ну, это, так сказать, уже как бы без твоих друзей-полицейских. А, так, ладно. Так сказать, разыграть театральную сценку этой ночью. Эти ночью? Блин. Я просто сейчас, ну, поеду, наверное, туда, ну, а... Вряд ли получится. Ну, смотри сам. А вот туда с пустыми руками без проблем. А это, подожди, ты записку писал? То, что я крикнул? Я просто не помню, что вчера было. А, так, кстати, да. Что вообще, этот, ты как вообще? После вчерашнего-то? А что было? Я не помню. Что было? Интересные вещи были. Ого. Ты как-то, этот, револьвер достал, неудачно его уронил, он в тебя выстрелил. Ах, вот оно что, вот что у меня грудь болела. Ведь он угодил в мешок с этими сцентами моими. Всё, понял теперь. Интересно, интересно. Ну, тебе повезло, я смотрю, да? Да. Понятно. Ну, вот смотри. Ты же помнишь, да, что вчера было скуднее? Нет. Ну, как? Ты его этот... Твёл поговорить, как я понял, на холмик. Там я с ним поговорил. Нет, не помню. Я просто помню, что ты просил его вывести к тебе, но потом мне не получилось, и всё. Потом был пожар, и всё. Ну, ладно. Вчера я, так сказать, тоже театральную сценку разыграл. Коди немножечко это... Ну, давай отойдём. А то тут всё-таки полотна, мало ли какие. Ага. Коди, так сказать, понарошку связал, там, увёз кое-куда. Но видишь, с ним всё в порядке, он в городе. Ну да, видел. Я актёр просто. Ага, так, и чего? Вот я тоже, я же говорю, предлагаю сыграть, так сказать, роль. Просто сегодня точно не смогу. А чё нужно сделать-то? Да так, этой ночью, так сказать, на дороге для некоторых людей разыграть, так сказать, сценку. Какую? Ну, там, знаешь, такое... Как тебе объяснить? Криминальное, как будто бы. О, ограбить кого-то, что ли? Да, но понарошку. А зачем это всё? Ну, понимаешь, я актёр, мне за это платят. О, и платят 80 долларов? Больше. За то, чтобы понарошку кого-то ограбить? Да. Ничего себе. Ну, сегодня точно не смогу. Может быть, завтра? Ну, смотри, я же говорю, то, что сегодня и ты бы заработал, так сказать. Ну да, наверное. Поехал бы её, это, заплатил. Ну да, но сейчас ещё не ночь, поэтому, я не знаю, терпит время или нет, поэтому... Ну, спасибо за предложение, я запомню. Можно сюда приезжать, да? Ну, здесь ты меня не найдёшь, скорее всего. А, ну, ладно. Ну, в общем, если будет ещё такая штука, то давай, ну, просто я, правда, не могу сегодня уже. Хорошо. Ну, давай, Фрэнки, хорошо, спасибо, спасибо. Эх. Давай, я пошёл. На следующий день. Эй, есть кто? О, здрасте. Кто-то есть. Мистер Рубинпре, как ваше дело? Ну, как могут быть дела у человека, который только что проснулся? Отлично, прекрасно. Ну, что-то вроде вас. Да тоже. И у меня есть идея одна, как вызволить Эленор. Но для этого абсолютно мирная идея, которая даже путём переговоров мы её вызволим. Ну, да. И нужен только дробовик, мертвый человек и... Это... Как его? Одежда Рута. Пошли за мной. Ага. А ещё конь нужен какой-нибудь. Хороший. Почему хороший? Эм... Ну, хороший конь должен быть. Ну, а какие-нибудь объяснения? Я понимаю, что ты хочешь взять труп, выстрелить в трупы из дробовика и привезти коня и рута, труп, точнее, в одежду рута в строборе. Так. Вопрос номер один. Где ты возьмешь труп? У нашего нет, господина? Это ты про того, который, когда ему капитан пришел спрашивать про могилу Артура Фрейзера, бандита, которого повесил департамент наш, сказал запрашивать и через губернатора, да? Нет, с этим человеком мы явно не договоримся. А вы не можете конфисковать? Труп? Да. За что? За то, что нужно для полицейского расследования. Ну, говоря конфисковать, я просто... Ну, а если вы просто придете и возьмете? Скорее всего, я там и останусь, если я просто приду к рабовщику и начну у него труп забирать. Ага. Это усложняет нашу идею. Я тебе эту идею еще вчера сказал. Я не сказал. А, да? Ну, да. Сказал у гробовщика найти труп, перейдить его в рута и отдать в строборе. Потом, когда мы приехали в город, оказалось, что гробовщик своих, скажем так, интересов не предает. Ага, 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 ага. Ага, ага, ага. 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 Просто мысль такая. Это же вам выставили требование 80 долларов и рут, верно? Полиции и Блэк Уотера. Ну, в смысле, вам, двум людям. Так? Мы не представились, что мы полиция. Я представился, что я агент правительственного агентства. Да, и что вы им сказали? Почему вы хотели вызоверить, по вашим словам, Эллинор? Сейчас мы приехали, спросили, что она сделала. Они сказали, что она была причастна к похищению человека, который убил шерифа. Дальше я начинаю говорить, каким образом она была вообще причастна. Это правительственный агент и так далее. Начинаю пытаться придумать что-то. В итоге они ни во что не верят. Говорят, что нужно 80 долларов. Мы говорим, если мы вам привезем 80 долларов. Мы ее не отпустим, даже если у вас будут 80 долларов, просто с ней все будет хорошо, и, возможно, мы ее покормим. Мол, а если мы вам не привезем 80 долларов, тогда с ней может что-то случиться. Например, ее укусит крыса, как сказал этот шериф. Ага. Ну, ты понимаешь, к чему они кладут. Да, да. Я ему в лицо и сказал, ты шериф или бандит. Он достал карабин и начал тыкать его мне в лицо и говорить, чтобы я валил из его города. Ну, это... Это хорошо. Не черта хорошая. Это хорошо. Как вы относитесь к тому, чтобы пойти и найти мексиканцев, которые захотят нас ограбить? Нас? Нас? Эээ... Не понял. Нам нужен мексиканец? Ааа. Который захочет нас ограбить? Мексиканец и Руд это... Понимаешь, они же лицо запомнили. Не надо будет объяснять лицо, если его не будет. Пойдемте. Поехали. Поехали, я вам все объясню. Я понял, что ты... Не до конца. До конца. Нет, не до конца. Ой. У нас мало времени, судя по вашим словам, так что ищите свою лошадь. Сейчас я быстро в Флеме с Флингом поговорю, буквально три минуты и мы едем. Давайте, давайте. Нет, это что с вами? Вы посмотрите, как от моего коня. Прекрасный же конь. О, сэр, наконец-то вы здесь. Можно мне, пожалуйста, побрить борту? Спасибо. Ну что? Давай, поехали. Только не особо быстро. И кое о чем нужно поговорить. Да. В общем, план такой. Эти мексиканцы, которые вы береги на нас с пушкой из кустов... Да это понятно. Это понятно. Вы будете его в руты и отдать его в стропы. Да даже можно в руты не одевать. Насрать на это. Они вас уже знают. Нужен человек, которого они не знают. Меня они не знают. У меня есть тут одежда одна хорошая. Вы будете меня... Ну, вы будете... Знаете, там есть уступ сверху. Я с него вчера за вами наблюдал, как вас тыкали... Я знаю. Вот. И я привезу им тело. Она... Так, вы не говорили, что ее зовут Эленор? Нет, ее звали сейчас... Стефани и Сальваторо, верно? Да, Стефани и Сальваторо. Я приеду с телом и скажу, что я ехал по своим делам в это место и встретил мужика, который пытался сбить себе кандалы. Он сказал, что он избежал из стробери, потому что его якобы незаконно поймали и посадили в тюрьму. Я ему предложил, я предложил этому человеку разобраться и отвезти его в стробери, чтобы шерифу под... Ну, чтобы я узнал это от шерифов, что он не врет мне. Этот человек решил меня не послушаться, потянулся за моим револьвером, ну и получил дробь в лицо. Поэтому я решил привезти его беглеца им и спрошу в незначайном виде, не знают ли они какую-нибудь женщину, которая представляется как Стефани и Сальваторо. И это кажется, что это не Стефани и Сама, а это ее служанка, которая украла у нее колье. Здравствуйте, сэр. И сбежала с ним. Нет, это же не в этом было. Это же не... Послушайте дальше. Никто никого не повесит. Украла колье, но ее хозяйка не заявляла о пропаже. Она направила меня, ее рабочего, чтобы я нашел эту Нэнси, как она на самом деле зовут служанку, чтобы... Мы не туда едем, по-моему. Чтобы я ее нашел и наказал, так сказать, перед всеми ее слугами. Я у Нэнси... Они покажут мне Нэнси, я пойму, что это она. И я скажу, Нэнси, а где колье? Выбью из нее информацию при них. Она скажет, что... Ну, она не дура, она должна сказать любое место. Я надеюсь, я надеюсь на это. Она умная достаточно девушка, поэтому я думаю, она поймет, что это нужно делать. И я скажу, господа, я оставляю вам это колье, потому что... Стефания Сальваторе, она не будет носить оскверненное так... Грязными руками этой служанки колье. Но забираю ее и оставляю вам вот этого бедолагу, который сбежал от вас. Ну и при даче вы забираете все, что есть у этой девушки с собой. Есть у нее там 15-20 баксов, пусть заберут. Я думаю, информация о том, что где находится драгоценность, дорогостоящая и 20 баксов, должны спасти эту женщину. Мне же нужно все-таки ее... Она, и все. И нас с вами не видели вместе. Я просто путник. Такое дело, Фарадей, если бы тебя и ее вместе не видели, ее бы и в клетке не держали. Они не поймут, что это я, мистер Рубинпре. И как же ты-то собираешься перевернуть? Переоденешься и надеешь другую шляпу? Что типа того? Когда мы там были, была ночь. Я был весь в грязи, мокрый, шел дождь. Я не думаю, что эти работяги как-то запоминают прям хорошо людей, с которыми пересеклись, а пару минут. Что ж, идея хороша, но есть два но. Какие? Первое, у нас нет трупа. Второе, у нас нет дробовика. Подождите, стоп. У вас дробовик точно был у вашего этого? Где ваш друг, офицер? Одноглазый? Да. Он же ходил постоянно с дробовиком. Надо будет тогда Найджела найти. Я не знаю, где Найджела. Я его сегодня еще не видел. Вот. Отлично. Ну, хотя, думаю, если выстрелить... Нет, из ружья или из винтовки в лицо, тоже оно... Я не знаю, с карабин. А, ну вот, с карабина тоже. Весь вплотную, мне кажется, там разнесет не хуже, чем дробовик. Попробуем. Что уж тут. Я вас попрошу просто, ну, прикрывать нас, потому что с ними нужно... Если это бандиты, с ними нужно вести разговоры не как законник, не как агент, а просто проезжий, работяга, который тоже ищет свои цели. Мне кажется, если на них не давить так сильно, с законом, они пойдут на сделку. Тут ты прав, Феррады. Тут ты прав. Так, а что, если они захотят какое-то другое доказательство, что это был именно Рут? Не знаю, я скажу. Ну, если... О чем мне доказывать? Я же просто проезжаю мимо. Ну, если не он, так не он. Выбросите его где-нибудь. Или я отвезу его куда-нибудь. Они должны додумать все сами. Я не буду назвать ни имену, ничего. Так, я сказал, что он хотел сбить кандалы. Да, камнем. Камнем. Я проезжал мимо, да, я видел, я вижу... Я вижу, что он без кандалов. Ну, он сбил. А что, если мы для правдоподобности сходим к нашему кузнецу и заберем у него те кандалы, которые сбились вчера? Это было бы идеально, на самом деле. Для полноты картины. Прекрасно было бы, конечно. Здорово. Этот план сработает, если все пойдет так, как мы планируем. Ну, и если что-то будет не так, то нужно будет импровизировать. Главное, чтобы под импровизацией ты не понимал второй выстрел в голову. Я предупреждаю, что, скорее всего, ну, если все пойдет плохо, я не попробую... Попросят доказать, что мне плевать на вот эту вот Стефанию а-ля Нейнси, и что она не нужна мне, в принципе, просто нужно ее тело, чтобы Стефания настоящая на нее плюнула. Мне придется в нее стрелять, но вы не переживайте. Я знаю, как стрелять, чтобы человек остался жив. Ну, допустим, чуть выше сердца, плечо. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Просто ногу выстрелить ты думал? Нет, ну, слушайте, нога это... В ногу стреляют либо слабаки, либо косые. Так ты же сказал, что тебе нужно привезти эту служанку. Живой или мертвый? А, живой или мертвый? Чтобы Стефания Сальваторе хочет показать всем своим слугам, что случается с теми, кто ее воровывает. Я привезу живой ее? Хорошо. О, привезу мертвый, но она выставит ее перед всеми своими слугами и заставит еще пообниматься с ней. Ужасная женщина, Стефания Сальваторе. Ох. А если они, скажем так, ты выстрелишь в нее, она упадет, потеряет сознание, подойдут, подумают, что труп выкинут ее. Нет, нет, я скажу... Я собираю тебя из офиса. Нет, зачем? Ну, я скажу... Если они предложат мне в нее стрелять, то, соответственно, они уже готовы с ней распрощаться. Я скажу, что забираю тело и все. А у меня с собой ничего нет. Пусть заберут ее деньги и гуляют. Что ж, тогда отлично. Тогда раз ты продумал все это дело, это может даже выгирить. Осталось найти мексиканцы и придрявить ему башку.